Это подкаст Сингенты. Добрый день, коллеги. Меня зовут Никита Кадаченко. Я технический эксперт компании Сингента в направлении биологические продукты и питание растений. И это первый подкаст из цикла коротких аудиодорожек, посвященных питанию на виноградниках. И сегодняшней темой будет важность такого элемента, как кальций для винограда и отдельно для виноградников в целом. И этот подкаст хотел бы начать прежде всего с моего удивления, как быстро и интенсивно растут площади виноградников, какие технологии используются в современных хозяйствах и площади виноградников сейчас поражают. Несмотря на это, как и вредители, болезни, все патогены активно развиваются, приспосабливаются, так и климатическая обстановка не стоит на месте. И эту тему я затронул неспроста. С каждым годом высокие температуры держатся все дольше, нарастают с большой скоростью, появляются гораздо раньше, чем в прошлые сезоны. Плюс дополнительные осадки в начале вегетации, особенно в период цветения винограда, усложняют насыщение растений и ягод важным элементом питания, таким как кальций. Пускай, виноград же устойчивая к температурам культура, и ничего ему не будет. И да, и нет. Действительно, устойчивость винограда к температурам достаточно хорошая. Но функционирует ли куст на полную мощность или реализует всего лишь 30-40% своего потенциала? Вот это и есть самый важный первый вопрос, который мы себе задаем. На какие же процессы может повлиять недостаток кальция напрямую? Это прочность лозы, плотность ягод и повышение процента растрескивания, общее состояние массива растений. Уровень винной кислоты в ягодах с недостатком кальция будет гораздо ниже. Растрескиваясь, ягода даёт отличный субстрат для заселения гнилей, соответственно, урожайность значительно снижается. У агрономической службы появляется дополнительный ряд задач. Ко всему этому содержанием кальция регулируется и накопление сахаров в ягоде винограда. А сахар нужен всем, как человеку, так и растениям, и ещё и в определённых количествах. Так как помочь виноградникам? Что в наших руках? Какие инструменты есть для преодоления дефицита кальция? В первую очередь это листовые обработки. Это самый эффективный способ обеспечения кальцием, как листовой аппарат, так и ягоды, независимо от полива, фертигации, корневых подкормок. Листовая обработка помогает сдерживать и контролировать физиологические отклонения культуры. Немного поподробнее о листовом аппарате и как вообще взаимосвязано применение кальция с листовым аппаратом. Ведь мы работаем на гроздь, на ягоду, на её качество. Но на самом деле, в период, когда растение начинает интенсивно дышать, а это происходит с нарастанием температур в жаркий период, каждый сорт винограда непременно подвергается воздействию этих условий и, соответственно, начинает более интенсивные процессы дыхания. В результате чего дефицит кальция может стать более острым, так как он будет расходоваться именно на этот процесс. Помимо накопления в гроздях, в ягодах винограда, он будет также поддерживать дыхательные процессы. Давайте зададимся вопросом, как удержать кальций в ягоде до этапа сбора и переработки. Хилатированные продукты с кальцием – это отличный инструмент для эффективной помощи в этом вопросе, потому что с воздействием высоких температур более простые формы кальция, например, нитраты, сульфаты или хлоридные формы, будут менее эффективны, так как проникают в растение более сложно, дольше и меньше процент его в растении задерживается. В портфеле компании Сингента продукт, который позволяет контролировать эти риски – это кальбит-С. Хилатированный лигносульфонат аммония – продукт с отсутствием азота и отличной возможностью работать в баковых смесях с другими компонентами. На виноградниках исключением будут являться только продукты с содержанием серы. Дело в том, что кальбит-С – это уникальный продукт из-за своего хилатирующего агента. Лигнин в растении отвечает за строительную функцию и содержится во всех растениях, будь то виноград или сорная растительность, или дерево яблони, например. Поэтому продукты на основе лигнина более эффективно и быстро распознаются растением, позволяя быстрее всасываться, распределяться и взаимодействовать непосредственно уже со своими задачами. Это является отличным решением интеграции в технологию, которое можно принимать быстро и делать обработку в соответствии с вашим планом, не выделяя дополнительное время, трудоресурс на отдельный выход в поле с обработкой кальция. И, подводя итоги, хотелось бы вернуться к технологиям производства. Да, сейчас они уверены, мощные, опережают уже многих. Но такие небольшие, но очень серьезные тонкости сделают продукцию на выходе еще более качественней, повышая год за годом репутацию производителя и спрос конечного потребителя. Спасибо, что оставались со мной. Меня зовут Никита Кадаченко. В следующем подкасте мы поговорим о всей линии портфельного предложения компании «Сингента» в разрезе биологических продуктов и питания растений. Хороших и качественных вам урожаев! До новых встреч! Это подкаст «Сингенты». Это подкаст «Сингенты». Сингенты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok